А задумывался ли ты, мой друг, что такое простой карандаш? Смею предположить, что нет. Вот и я до записи этого видео ни разу не задалась вопросом о том, как, из чего и где делают эти самые простые карандаши. Хотя со мной они на протяжении всей жизни, с самого раннего детства, из-за студия, художка, художественного училища, вуз, преподавания изобразительных дисциплин. Карандаши, они что? Есть и есть. И были всегда. И даже в Советском Союзе любой твердости и мягкости. В этом видео поговорим о том, так ли прост и примитивен этот простой карандаш. Мы будем смотреть фотографии производства карандашей одной американской компании. И они тебя не разочаруют. Это совершенно точно. Ты увидишь, как же непрост процесс создания простого карандаша. Если тебе интересно, то ставь лайк и смотри видео до конца. Всем привет! Меня зовут Наталья. Это школа графического дизайна и иллюстрации. Простой графитовый карандаш. Обычная повседневная вещь, знакомая с детства. Ими рисуют, чертят. Кто-то любит ими писать, а кто-то вырезает из грифеля скульптурки. С помощью простого карандаша можно создавать невероятно реалистичные изображения. Слово «карандаш» произошло от двух тюркских слов – «кара» и «даш», что означает «черный камень». Он состоит из стержня, выполненного из графита и основы, которую делают чаще из дерева, но также из пластмассы, веревок и бумаги. Создание простого карандаша – крайне сложный процесс. Начиная с 1889 года, американская компания General Pencil неустанно производит карандаши и другие канцелярские принадлежности. Фотограф Кристофер Пейн на протяжении целого года регулярно посещал фабрику и делал снимки. Он сумел запечатлеть все этапы создания карандашей. Мы сейчас их посмотрим. Процесс изготовления карандаша состоит из приготовления стержня и корпуса. Стержень делают из смеси глины с графитом. Глину и графит измельчают и перемешивают с водой. Получается тесто, которое прессом прогоняют через цилиндр с дырочками. Высушивают в формах и прокаливают. Чернота и твердость карандаша зависят от содержания графита, температуры и продолжительности прокаливания. Мягкие номера пропитываются затем жиром, воском и листеарином. Древесина для изготовления оболочки карандашей должна обладать рядом специфических свойств. Быть легкой, мягкой и прочной. Не ломаться и не крошиться в процессе изготовления карандашей. Иметь одинаковое сопротивление разрезанию волокон как вдоль, так и поперек. Не должна расслаиваться. Срез при резании острым ножом должен быть гладким, блестящим. Стружка должна завиваться. Не скалываться и не ломаться. Древесина не должна поглощать влагу. Всем этим качеством соответствует виргинский можжевельник, произрастающий в США. Иногда на обратном конце карандаша укрепляют ластик в обойме. Ребят, не знаю как вы, но я до глубины души поражена фотографиями. Надеюсь, тебе было тоже интересно. Поэтому, пожалуйста, ставь лайк. В следующем видео я расскажу вам о видах карандашей, какие они бывают и для чего используются. Подписывайся на канал, чтобы не пропустить. Вступай в группу во Вконтакте, там тоже делюсь полезными материалами. Спасибо за внимание. Увидимся. Пока-пока.